Присаживайтесь, пожалуйста Я также благословляю всех во имя Ищуа Мессии Господа нашего И тема, которую я хочу изучить сегодня вместе с вами Это называется внутренность и наружность Многие вещи, которые мы видим в этом мире В них мы наблюдаем внутреннюю сущность и наружную И каким образом они вместе сочетаются и работают И из этого мы можем научиться, что материальный мир и духовный мир Они вместе связаны Давайте откроем Евангелие от Луки И зачитаем первые три стиха 21 глава С первого по шестой, включительно 21 глава 21 глава 22 глава Вовремя 22 глава Амин. И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал, придут дни, в которые из-за того, что вы здесь видите, не останется камня на камне. Все будет разрушено. Амин. 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 И на первый взгляд тяжело уловить связь между двумя этими отрывками. Потому что первая часть стихов говорит о пожертвовании. И в стихе 5 и 6, они говорят о храме. Но в обоих этих вещах есть и внутренние части, и внешние части. И когда Ишуа дает нам этот урок, то он желает, чтобы мы посмотрели на обе эти стороны, и какая связь есть между ними. Ишуа стоит возле сокровищницы. И приходят люди и кладут туда свои пожертвования. Богатые много кладут. Такой толстый конверт. И подходит какая-то женщина и кладет две монетки. И здесь перевод этого отрывка достаточно хороший. Но есть и некоторые вещи, которые я еще хочу подчеркнуть из оригинала. Написано, что богатые клали от избытка своего. И у слова избыток на еврейском есть два смысла. И избыток это то, что у тебя есть лишнее. И также сегодня мы используем, что есть, например, избыток сахара или излишний вес в организме. У меня тоже точно есть лишний вес. И также, когда мы на базаре расплачиваемся или в магазине, мы получаем сдачу. Сдача – это то, что нам полагается по закону. Это сдача. И эти богатые люди, они клали в сокровищницу сдачу. И если даже два эти смысла рассматривать в этом тексте, то эти богатые люди давали, не чувствуя эту жертву, не чувствуя, что они вообще дают что-то Богу. У него есть достаточно. Это не говорит, что они плохие. Это нормально. Потому что общины существуют на такие пожертвования. А на две копейки ты ничего не построишь. Но Иешуа подчеркивает нам вот эту вот ситуацию, не для того, чтобы сравнить между бедной вдовой и богатыми этими людьми. А, вот эта вдова, она хорошая. Значит, быть вдовой – это правильно и хорошо. Но эти вот эти люди, они богатые и много дают, но, наверное, в них что-то не в порядке. Есть также богатые люди, которые жертвуют точно так же, как вот эта вдова пожертвовала. То есть, весь смысл в том, и весь урок Иешуа был в том, это внутренний мотив, который находится внутри. Эта вдова, она дает все, от своего недостатка. И на иврите написано, что это было все ее имущество. А богатые не отдали все свое имущество. Кто-то может сказать, что легче отдать две копейки, и так и так с ними ничего не сделаешь. Но важен смысл этой истории. И каждый из нас верующий человек, он все получает от Господа, здоровье, семью, мужа, жену, детей, работу. Но ты не должен ему это жертвовать, как сдачу. Как будто бы он тебе что-то продал, он тебе это дал бесплатно. И ты чувствуешь, что твое пожертвование, это та сдача, которую по закону ты должен ему вернуть. Не стоит жертвовать Богу даже с такими намерениями. Понятно то, о чем я сейчас говорю. Это не должно быть так, что ты дал мне вот эта твоя сдача, она тебе полагается по закону, я ее отдаю тебе. Мы должны жертвовать от чистого, открытого сердца. И здесь используется слово, что добровольно, добровольцы клали в сокровищницу дары. Богатые так же давали по доброй совести, добровольные эти дары. И потом сразу по тексту речь идет о храме. И написано, когда некоторые говорили, посмотрите на храм, какими красивыми камнями он устроен, как красиво все сделано. И еще он говорит, я вам говорю, что не останется камня на камне. Кто-то может сказать, что он не ценит храм. Нет, он как пророк говорил пророчество, и это то, что мы видим сегодня. И опять же, этими словами он привлекает наше внимание к внутренней составляющей храма, к святому святых, где обитает присутствие Бога. Здание может быть очень красиво. Но если это здание, оно не наполняется Духом Святым, то это просто красивое здание. А еще говорит, что важнее всего это тот, кто наполняет это здание, это Бог. Итак, мы видим в этом месте Писания две части. Одна часть говорит о человеке. Вторая часть говорит о храме. Давайте откроем Евангелие от Иоанна. Парк Далет. Четвертая глава. 21 по 24 стихи. Они коррек. Они, они рутся ласкир, шизе, а периказе, он медабер лану, аль иша, ше яцала, кахат майем бабеер. И я напомню, что это местописание говорит нам о женщине, которая вышла к колодцу. И именно вот в этом месте Ишо говорит, что он Мессия. И тогда она спрашивает, где правильное и физическое место поклоняться Богу. Здесь или в Иерусалиме. То есть у женщины есть вопрос о физическом нахождении места поклонения. Где правильно? Смотрите, что он отвечает. И он говорит, что Ишо, Ишо, Аминьи ли, Китаво ша, Ашер лоба харазе, Афло ба Иерусалим, Тиштахаву лав. Атем миштахавим Эль, Ашер ло ядатем. Ве анахну, Миштахавим Эль, Ашер ядану. Ки ха Ишоа, Мин ха Йудим хи. Олам таво шаа, Ве ата хи, Ашер ауводей, Эль, Амидим, Иштахаву лав, Баруах, Убе аммет. Ки, Бамештахавим каэлу хафец аав. Айлухим руах, Ве амештахавим ло, Цирхим лештахавот бе руах, У ве аммет. Амэн. Иисус говорит ей, Поверь мне, что наступает время, когда ни на сей горе, ни в Иерусалиме, не будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяйтесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настает время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющийся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Аминь. Аминь. Ишач вылет, Багаразе у Байрусалайм, Манахон, Эфу, Эфу, Амакон физи. И женщина спрашивает, здесь, на горе, или в Иерусалиме, где физическое место? Правильно. Ло Багаразе, аф лоба Иерусалайм. Афилу лоба Иерусалайм. Ишо говорит, не на этой горе, и даже не в Иерусалиме. И он говорит, что вы поклоняетесь тому, чему не знаете. А мы знаем. знали. И сейчас он говорит, очень важную вещь, что Бог ищет тех, кто поклоняется Ему в Духе истине. люди думают, что когда они приходят в такое место, как это место, что это может быть общиной, это может быть синагогой. Но именно синагога, да, может быть, потому что они все по-простому выглядят без особых изменений. Но давайте к примеру возьмем храмы ортодоксальных верующих или католиков. И люди думают, что если они пойдут в храм, где есть картинки, где есть какие-то песни и есть свечи, то картины, то тогда это будет правильно. И если мы соберемся в какой-то комнате и будем там молиться, то это не соответствует тем требованиям, которые мы думаем являются требованиями храма. Но еще говорит, что это не важно на этой горе и даже не в Иерусалиме, то, что да, важно, чтобы ты поклонялся Богу в духе и в истине. Это значит, что мы думаем, что внешние вещи они более важны, чем внутренние. Почему мы так думаем? Потому что мы привыкли к материальному миру. То, что я вижу своими глазами, это то, что есть. Материальный мир мне очень знаком. Он макирит это. Я его знаю. И они хотят, чтобы это было известно. И Иешуа говорит, это бит ли тоха левха? То, что внутри, это то, что важно. И есть прямая связь между храмом и между телом человека. Каждый человек, который живет на этой земле, есть связь между его телом и храмом. И то, что Иешуа говорит, что я говорю вам, не останется камня на камне, это также значит, что я вам говорю, что все наши тела они разложатся. Мы умрем, мы разложимся. Точно так же и храм, не осталось камня на камне, просто земля. И когда человек умирает, что это смерт? Это когда душа отделяется от его тела. Это не конец. Люди думают, что это конец, так как неизвестно, что будет дальше. Но Священные Писания нам довольно ясно и четко говорят, что это только начало. А душа, внутренний человек, который находится в нашем теле, это моя личность. И моя личность, это не лицо, не руки, не мой скелет. Это то, что живет внутри меня, тот дух, который живет внутри меня. И давайте сейчас подумаем, сколько людей похожи на пустой храм. Губь уяфе. Красивое тело. Цура. Форма. Неважно. Мужчина или женщина, нет лишнего веса, нет. Ор халак. Жира, гладкая кожа. Лук муцимуки. Некак изюм. Гладкая. Такая сморщенная. Мамаш яфе. Цаир. Красивая, молодая. И люди думают, вот, это модель. Есть даже работа такая, моделью быть. Потому что тело, оно красивое. Я говорю, что все это будет подвержено тлению, не останется камня на камне. Через 40 лет, ты посмотри, какая красота там осталась. Ничего не осталось. А люди делают пластические операции. Разные имплантанты вкладывают в свое тело. Чтобы увеличить какую-то часть своего тела. И думают, что это красиво и хорошо. Делают макияж. Но внутри это пустое. И мы должны задумываться об этом. Сейчас я хочу сказать очень важную вещь. От того, у кого внутри пусто, он хочет украсить свое тело намного больше. Как можно больше. сделать какую-то особенную стрижку. Здесь так, там выстрижено, там покрашено, чтобы все люди обратили внимание на такого человека. Это привлекает внимание. Мое внимание также привлекает. Когда я смотрю на такого человека, я понимаю, что внутри у него есть пустота. Тот, кто внутри полон, достаточно чистой футболки. чистых штанов, носки и обувь. Этого достаточно. Не нужно выходить из себя ради внешнего, потому что это все видно и внутренность которая есть внутри, она говорит сама за себя. И, конечно же, все наши молодые должны выглядеть хорошо и красиво. Это не значит, что не надо чистить зубы или умываться. и в золотом возрасте так же. Я просто говорю о том, что есть границы. И мотериальный мир он использует агрессивную силу такую. А Иешуа говорит, посмотрите на вдову, как она жертвует. Это внутренний мир этой вдовы. Посмотрите на этот храм. Не останется камня на камне. Что это значит? Что Бог ушел? Нет. Давайте откроем первое послание Коринфянам. Перек Гимель. Третья глава. Пасух шесть Шестнадцатый стих Разве вы не знаете что вы храм храм Божий и Дух Божий живет в вас? Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Вот связь. Храм это наше тело. Даже не тот храм который в Иерусалиме был и будет еще. Священное Писание говорят разве вы не знали? Дух Святой живет в теле в человеке не в камнях. А если люди наполнены Духом Святым находятся в каком-то месте то только тогда Дух Святой наполняет это место. Возьмите например футбольный стадион сто тысяч человек но никто не думает о Боге. кричат много шума и каждый о чем думает куда попал мяч. Это значит что в этом собрании центральная вещь это мяч. хотя там сто тысяч человек и если два или трех они будут вместе чтобы разговаривать то Шамак будет Илухим. А если двое или трое соберутся, чтобы помолиться, там будет бог. Почему написано, разве не знаете вы, что вы храм Бога и Дух Божий живет в вас? Чтобы мы осознали, во что нужно вкладывать. Вклады это очень важная вещь. И конечно же, мужчины могут дома брать гантели и тренироваться. Это не говорит о том, что это что-то неправильное. Мы говорим о том, что наши вклады должны быть не только в тело. Потому что и так, и так мы достаточно вкладываем в него. Постоянно я смотрю на родителей. Так же и я родитель. О чем переживают родители? Покормить ребенка вовремя. Как он покушал? Почему? Это очень важно. А даем има шели, что меткошерит. А шела, вена решена, от ма ахлу, в ма айя, в ехихину. До сих пор моя мама, когда звонит, один из первых вопросов, это есть еда, какая еда, как готовили, что приготовили. И когда шула остается у бабушки, то первое, о чем бабушка рассказывает при разговоре, это что шула покушала. И это, она особо об этом не думает. То есть это свободно так происходит. Постоянно мы думаем, как вырастить наших детей, чтобы была одежда, чтобы была еда, чтобы еда была вовремя. Это хорошо и правильно. Но возлюбленные мои, это только тело. Сколько мы вкладываем внутри внутренней комнаты этого ребенка? Вкладывать нужно в небесное, потому что в каждом человеке есть Дух Божий, который желает соединиться с Духом Божьим, который на небесах. Только человек, он духовен. Здесь, на этой земле. Пойдите в цирк. Посмотрите, как медведь ездит на велосипеде. В цирке. И попугаи умеют считать, умеют переносить вещи с одного места в другое. Есть попугаи, которые на очень понятном языке говорят. Након? Так. Но никогда вы не увидите, что эти животные собрались вместе, чтобы поклониться Богу. Они не духовные. Они поклоняются Богу только на подсознательном уровне. С утра птицы начинают петь. Это, конечно же, прославление Господу. Но они это не делают с целью, что вот сейчас мы все вместе. Каждый сам по себе славит. И Ешуа говорит в Евангелии от Иоанна, это седьмая глава. Пасок 24. 24 стих. Аминь. Аминь. На иврите очень красиво написано на взгляд. Говорит о том, что не судите потому, что видит твой глаз. Но суд праведный делай. Это значит, что у человека есть возможность и способность видеть внутренние вещи. То, что мы видим материальным глазом, материальном уровне, это только физическое, материальное. Хочу дать пример. Если мы видим кусок золота, таким вот образом он, как камень сделан, что мы видим? Нахун? Кусок золота, правильно. Первое, о чем мы подумаем, это сколько это стоит? Много денег. Если это слиток золота, вылет в форме какого-то идола, то о чем мы подумаем? Кто-то подумает о нечистоте. Мы сразу задумаемся, к какой вере это относится, когда сделано. И мы понимаем, что это пессель. Мы не думаем, что это золотой слиток. Мы думаем, что это идол. И сразу думаем о духе, который стоит за этим идолом. Нахун? Так. Кто-то подумает, к какой культуре это относится. Азман не רוצе ломар, ша оллам хомри, лифаммим, марэл ано, это оллам шмими, оллам арухани. И то, что я хочу сказать, что физический мир иногда нам показывает внутренний духовный мир. А Иешуа говорит, судите суд праведы не по тому, что видит твой глаз. Ты должен понять, это золото, что оно сейчас нам показывает. И Священные Писания говорят, что вся природа говорит нам о живом Боге. И в заключении я хочу сказать, что как от храма не остался камня на камне, так же и каждый человек он умерет. Я хочу умереть здоровым. Я не хочу умереть больным. Но мы знаем, что нельзя как-то обогнуть или обойти смерть и попасть на небеса другим способом. Потому что смерть это часть нашей жизни. И сегодня это не тема, но просто еще хочу напомнить еще раз, что наше тело это храм. И мы знаем, что храм будет построен еще раз. Мы ожидаем этого. Мы также знаем, что золотой Иерусалим должен спуститься с небес. Након? Так. Вот то, что мы должны понять, что каждый человек, который умрет с верой в Ишуа Мессии, он воскреснет. Каждый. Каждый воскреснет из мертвых. И Творец даст ему новое тело. Как будет построен новый храм в будущем. Точно так же Бог даст каждому, кто воскреснет новое тело. И ту же личность. И ту же личность. Итмале губ хадаш. Тоже личность будет наполнено новое тело. Почему новое? Потому что он должен подключить в мире кем он потому что это тело уже должно будет соответствовать тем требованиям мира, в который он идет. Зиган Эден. рай. Да. Когда мы живем здесь, наше тело соответствует требованиям этого мира. Мы прах из земли. Но когда мы воскреснем, Отец наш Небесный даст нам новое тело. И хочу благословить всех чтобы при воскресении мы увидели каждого и возрадовались. Таки то Амин. 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 Амин значит что вы хотите чтобы так было. Если вы не отвечаете Амин на этот вопрос значит есть сомнения какие-то. Амин это не поддержка в поддержку мне. Этот Амин для вас. Если ты ожидаешь этого, желаешь этого, то мы воскреснем. Амин. 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 Ахшав анахну на авор ли Сеудат Хаадон нахну ахшав неркат циадайм в наасет а твилот леварих лехем биянь помолиться, благословить хлеб и вино и до этого у нас сейчас будет омовение рук. Амин. Амин. И желаю чтобы Дух Святой наполнил сердце каждого и дал правильный подход к причастию сейчас. Амин. Отец Наштайнер спасибо тебе за то что ты даешь нам возможность собраться и быть в причастии как одно тело. Тихепер коль хаттайм и коль хаттайм и коль тенаке оттану в дам Иешуа Масхиах маккев ада лорошь. Прости нам пожалуйста все наши согрешения и покрой нас крови миссии с головы до пят. Мы мебархим в Сем Сем Кадош и ты знаешь что ты забах от бино ехидо и он на целов обурену мы благословляем Твое Святого Имя и спасибо тебе за нашего Господа Иешуа Мессию который умер на кресте и он умер за все наши грехи беззакония отец будь благословен во имя Ишу Мессии Господа нашего аминь вы можете присесть служителя пожалуйста выйдите и м Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok